сегодня 17 мая и отличная погода и мы отправляемся на остров андория точнее мы планировали посетить остров андория но получилось заодно посетить сразу четыре острова начали наше путешествие мы с ближайшего к нам острова дирой далее мы двинулись в направлении острова андория проехали по подземному туннелю к острому ролла потанцевали на безумно красивом пляже а далее на пароме отправились на другой большой остров городу хардштад который нам тоже очень понравился и запомнился своей чистотой и красотой нашу поездку мы побывали на вот этих трех островах остров ролла с красивыми пляжами андория и героя кстати остров с таким же названием есть также недалеко от лафатенских островов вот здесь главное их не перепутать тоже такое же герои название до лафатенских островов здесь совсем недалеко вот они где находятся лафатенские острова так что мы были совсем близко но планируем поехать туда летом также после острова ролла и мы переплыли на пароме до красивого города хардштадт вот здесь он находится тоже своеобразный остров полуостров всю нашу поездку вы увидите в этом видео норвегии конечно же очень много красивых мест и 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 наше путешествие по островам совпало с национальным днем норвегии в этой день люди выходят с флажками в красивых одеждах гуляют поздравляют друг друга празднуют этот важный день для этой страны день конституции норвегии совпадает с днем независимости и этот день является выходным и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 редко работают магазины, но нам все-таки удалось найти один. В магазин пройдемся. О, курма. О, апплс, да. Там аккаунда 25 грамм. С коверничкой бананой. Не знаю, что посмотрю. У меня золотые яблоки, мам. Тролл. С коверничкой бананой, а с коверничкой яблоки. А, точно. Вышли погуляем. Вот такая классная площадка с видом на фьорд. Вообще, запах какой обалденный. Здесь морской, такой свежий. Какой-то памятник интересный. А, может быть? Мне кажется, это какой-то памятник оригинальный. С коверничкой с коверничкой. И гулять. О, прикольно. Класс. Как красивое место. В Харштаде очень чувствуется культурная атмосфера. Я не знаю, как это объяснить, но в воздухе она витает. Чувствуется креативность, чувствуется, что здесь люди заняты творчеством. И позже, прочитав в интернете, я узнала, что это действительно так. Потому что еще в 92-м году король Харальд открыл здесь культурный центр. И на момент открытия это был крупнейший культурный центр Северной Норвегии. Сейчас мы как раз гуляем рядом с ним. В здании расположен отель Clorion Collection, отель Arcticus, городская библиотека, армейский музыкальный корпус. Да и вообще, в целом, здесь на каждом шагу какие-то уникальные, удивительные скамейки, сооружения. И ты стоишь и гадаешь, а для чего это? Ну, это очень интересно на самом деле. Я, как ценитель культурной, креативной, творческой жизни, конечно же, оценила эту атмосферу. Маленькая девочка идет в национальном платье. Смешно ли такая? Рыбацкая лодка. Культурный центр Харштадо представляет собой комбинацию новых зданий и старых производственных площадей. Велики в машины едут. Можно вообще ходить с аркашкой? Какие классные колокольчики. Классные. Соскучилась по цветам, по городу. Магазин красивый. Сонарная норвежская одежда. на этом наше неожиданное путешествие по четырем островам норвегии завершается и мы направляемся домой 11.30 ночи и мы встречаем потрясающий золотой закат световой день в норвегии во второй половине мая уже составляет 24 часа но это в северной норвегии солнце заходит в 11.30 и всходит где-то в час 30 я думала что будет сложно адаптироваться к этому но оказалось что гораздо приятнее когда есть цвет чем когда его нет вот мы и дома 12 ночи поле совсем достаял вчера еще снега полное было и и и и и и и